здравствуйте богдан очень рады вас видеть и хотим от всей команды поздравить с первенством на всемирных играх спасибо большое расскажите сразу кому вы эту победу вообще посвятили первую очередь эта победа для украины конечно вот потом же для семьи для друзей для девушки как вообще попали в этот спорт как начали заниматься паркуром как давно это было это было мне 9 лет кажется даже восемь мы просто с друзьями бегали прыгали миссии всякие проходили вот потом просматривали видео на телефонах на их порт передавали вот а потом на ю тубе уже компьютер появилась там интернет и начали уже все это в социальных сетях вот смотреть дальше мы познакомились больше уже как несколько у нас команд было в городе мы занимались вот только акробатикой пытались там на песках прыгали вот а те ребята паркур прыгали мы как бы тоже чуть-чуть пытались вот паркур прыгать но в основе на акробатика потом мы как-то с ними вот связались это переросло в общую команду хлопцы широких штанях вот и мы начали вместе тренироваться и развиваться потом несколько ребят забросили дело и потом остался только один я почему вы остались в этом спорте для меня это больше моя жизнь и как спорта это принимал то есть рядовой паркур что такое там конец дисциплина не этот но для меня это спорт и я всегда верил это сейчас надеюсь на олимпийские игры то все зайдет вы сами из александрии я так понимаю что какое-то время уже живете в киеве с девушкой 24 числа когда россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну где вы были когда-то все начался бы в киеве мне друг в 5 часов утра набрал сказал что началась война я сначала не знал что делать то есть не поверил в это мы два дня находились киеве на второй день ночью мы переначивали метро и на третьем и выехали днем в александрию родной город получается девушка у меня выехала и я потом за ней выехал она выехал в словакию братислава я за ней выехал где-то через недели три она сначала поехала западную украину там какое-то время побыла потом уже в братиславу и вы уже там были вместе встретили да я потом уже поехал к ней когда когда мне сделали разрешение на выезд все это да тренировки когда уже приступили к тренировкам я знаю что тренера у вас нет вы сами себе тренер тренировочный процесс строите самостоятельно какой он был как война в стране повлияла на этот процесс сразу на второй день я же поехал на зал я знал что у меня есть план тренировок потому что я в прошлом году готовился к болгарии софии вот у меня был план вот я просто его взял себе я ездил с братиславы в барно каждый день два часа забирался туда два часа два часа обратно ну и тренировка плюс там часа три-четыре может опять зависимости от того как позволяло там время в зале потому что там было у них свои тренировки вот я в основном утром ездил до тренировался возвращался вот было такое что я в поезде торчал там 3-4 часа из-за неисправности у них такое часто бывает а на улице там никаких шансов можно можно на улицам очень хорошие места для тренировок первый месяц я хотел на восстановиться прям мне нужно было сразу же готовиться к франции вот это кубок этап кубка мира и потом это было в мае да я в апреле переехал это маяк раз месяцом остался воды мне нужно было готовиться быстро то есть я хотел войти форму быстро вспомните вот это вот историческую гонку быть взяли золото секунды там доли секунды правда отделяли да когда вы уже понимали что вы побеждаете и вот какие были ощущения вот от этой гонки конечно в восторге был а то что я прибежал 1 но это случилось так же как и в болгарии в предыдущем году то есть у нас была квалификация полуфинал и финал но здесь так как уже квалификация прошла на этапах кубка мира вот здесь только лучшие были то здесь только полуфинал и финал такая же история была то есть если займу в полуфинале первое место то в финале я тоже буду первым придерживался этого мысли в голове настрой так и получилось расскажите о дисциплинах я так понимаю что их там 2 вы выступали в дисциплине скорость есть еще фристайл планировали в ней выступит знаю точно почему не выступили из-за травмы перед штатами я делал присед с весом вот и когда я встал начал идти у меня просто нога тянущая и боль произошла было не знаю сложно именно наступать на следующий день чуть легче стало вот но все равно я чувствовал боль даже будучи там вот я еще думаю может повлияет это перелеты на это все полуфинале финале все было хорошо вот но я отказался от фристайла потому что это более рискованно травмироваться это ну или возобновить травму больше чем в скорости да 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 почему то что там идет вращающие элементы вот по сальто вот и ты можешь приземлиться допустим нас и на уйдет в сторону но это когда организм это все принимает у тебя мозг сам по себе это как спасает тело вот и ты можешь расслабить эту ногу то есть когда она напряженная четко приземлишься вот да но хорошо но мозг это иногда подводит и ты приземляешься она может расслабиться и поэтому я вот боялся из-за этого какая публика была чувствовалась какая-то вот поддержка особенно да конечно конечно вот когда назвали from ukraine люди сразу еще больше поддержка была и прям аплодисменты все ключи выступали до этого спортсмены то есть не такая была вот когда называли from ukraine это было прям очень эмоционально ну когда ты понимаешь что поддержка у тебя не только дома есть но еще и здесь когда ты приехал в чужой стране то это по возвращению в украину вы написали пост в инстаграме приглашение пост приглашение на хип-хоп концерт для поддержки 95 бригады что это за бригада и какое вы участие принимали в этом концерте у меня есть друг в александре и вот мы начинали с ним это все вот но потом то что разбежались интересы но он сейчас остался в городе вот и у него есть знакомый вот в этой же 95 бригаде и сказал что им нужна помощь вот амуницию вот это все и там нужно определенную сумму и не помню то ли около 100 тысяч что-то что-то в этом роде ну как раз у меня золотая медаль получилось вот это большой плюс для того чтобы обратить внимание да 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 общественность его чтобы они помогли так и получилось вот они выделили на место и все то что там происходило это все нашими силами там был как хип-хоп концерт он собрал все уличные как движение у нас это брейк-данс вот как раз паркур хип-хоп был граффити у нас рисовали картины продавали благотворительные нам только выделили место все остальное мы организовывали сами о каких суммах речь сколько удалось собрать это небольшая сумма там тысяч 12 по моему что небольшая большая люди по тысячу передают каждая копейка это сумма вы молодцы большие расскажите о планах на будущее какие старты у вас впереди к чему будете готовиться дальше сейчас я готовлюсь к болгарии это опять этап кубка мира нас три или четыре бывает вот и у нас будет в японии первый официальный чемпионат мира планирую туда тоже попасть спасибо большое что нашли время с нами пообщаться и желаем вам всей страной дальнейших успехов и новых побед спасибо спасибо большое